МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это суть дела. Государственная нефтяная компания королевства Саудовской Аравии, Сауди Арамко, резко повысила отпускные цены на июльские партии для всех рынков. В Азии, куда уходит более 70% всей саудовской нефти, самый популярный сорт АРАП ЛАЙТ подорожает на 60 центов и будет продаваться с дисконтом в 25 центов к региональному бенчмарку ОМАН Дубаи. Сверхлегкие сорта АРАП ЭКСТРАЛАЙТ и АРАП СЮПЕРЛАЙТ подорожают на 40 и 35 центов соответственно. АРАП МЕДИУМ станет дороже на 65 центов, а его отпускная цена вырастет до максимума с марта. Сверхтяжелую нефть АРАП ХЕВИЙ Саудиты будут продавать на 95 центов дороже, чем месяц назад, по рекордной с 2014 года цене. Для Европы АРАП ЛАЙТ станет дороже на 35 центов, а для США на 50. Рынок ожидал повышения саудовских цен в преддверии высокого сезона, когда загрузки НПЗ максимальны. Но масштаб ценовых запросов в Сауде АРАМК оказался вдвое выше прогнозов экспертов. Возможно, саудовцы хотят продемонстрировать уверенность в том, что сделка ОПЕК работает. Избыток предложения ушел, спрос растет, и рынок готов к высоким ценам. Так сказал в своем интервью один из трейдеров. Впрочем, Эррият сильно рискует. Сейчас саудовская нефть стоит в Азии в среднем на 2-3% дороже поставок от конкурентов, тогда как в декабре, например, она была дешевле настолько же. При этом доля саудовской нефти в закупках Китая в мае рухнула до 11,5% против 13,2% за январь-апрель и 13,4% за прошлый год, уступив место поставкам из Бразилии, Анголы и России. А в это же время, по другую сторону Атлантики, президент США Дональд Трамп подписал указ, который позволит нефтяным компаниям после 7-летней паузы возобновить разведку нефтяных месторождений и бурения скважин на американском океаническом шельфе. Согласно документу, текст которого опубликован на сайте Белого дома, нефтяникам откроют доступ к работам в Мексиканском заливе, Баренцевом и Чукотском морях и даже в Атлантическом океане. Указы о запрете бурения, введенные Бараком Абамом в 2016 году, а также после аварии на платформе BP в 10-м, признаны утратившими силу. Разрешение на сейсморазведку и аренду шельфа для бурения должны выдаваться в максимально возможном объеме. Министерству торговли совместно с Пентагоном и МВД поручено пересмотреть и расширить перечень доступных для сдачи в аренду участков. Указ является частью стратегии энергетической революции, анонсированной Трампом после избрания. Его цель – стимулировать разведку и добычу энергоресурсов, укреплять позиции США как мирового лидера в энергетике, а также поддерживать энергоносители дешевыми ради благополучия американских домохозяйств. Цель политики новой администрации заключается в том, чтобы перейти на внутренние источники добычи и закрыть дыру в торговом балансе в части энергоносителей, на которые США ежегодно тратят 170 миллиардов долларов. «Мы кормим ОПЕК», – сетовал Трамп в своем твиттер-эккаунте в марте. Еще в 2012 году он писал, что нефть не должна стоить больше 25 долларов за баррель. Сейчас США потребляют в среднем 16,2 миллиона баррелей нефти в сутки. Из них 7,3 миллиона баррелей – импорт, который сокращается по мере того, как растет внутренняя добыча. По прогнозу Минэнерго США, через два года, если цены на нефть останутся на текущих отметках, Штаты сократят закупки нефти на мировом рынке на 22%, до 5,7 миллионов баррелей в сутки. А внутренняя добыча в стране за счет развития сланцевых проектов достигнет уровня Саудовской Аравии, то есть около 10 миллионов баррелей в сутки. Продажа новых лицензий на бурение в федеральных землях в Мексиканском заливе, которое начнется в августе 2017-го, безусловно, еще больше увеличит этот показатель. С момента аварии на склажине Бипи в 2010-м себестоимость добычи в заливе упала примерно на 20%. Компании заявляют, что значительная часть месторождений будет рентабельна при цене около 50 долларов за баррель. А Шелл объявила, что на месторождении Кайкиас цена безубыточности будет ниже 40 долларов за баррель. Сейчас добыча в Мексиканском заливе дает примерно 20% всей добычи в США. Миллион 700 баррелей в сутки. Уже в текущем году она выйдет на исторический рекорд, а к концу 2018-го достигнет цифры около 2 миллионов баррелей ежедневно. «Нефть обречена», – сказал делегат одной из стран ОПЕК на следующий день после избрания Трампа. Так ли это? Поживем – увидим. Это была суть дела. Все будет хорошо. Не сомневайтесь.